Включил, сейчас скайп включим, то есть даже можно видео трансляцию можно. Ну это нормально, но это окей. Так, я сейчас наложу, почему-то видео нормально не показывает, какое-то искажение идет экрану. У нас пока два человека, ждем пару минут, сейчас четыре человека нас смотрят трансляцию. Денис, я предлагаю Рафаэлю говорить, что надо больше зрителей, чтобы больше ответственность была. Идея, кайф. Я думаю, что мы можем до полтора завышать и потом в норму. Полторы тысячи зрителей. О, уже двадцать. Я говорю, уже двадцать. Я слышу. Я слава б понимая, говорить не могу. Я слышу. Где ты видишь их? Где ты видишь люди? О, мы можем сделать линк в нашей группе. О, окей. Это самый крупный группа в России, в Украине, в России. О, я имею в виду эту группу, но где ты видишь люди, которые приходят в видео? Я посмотрел. О, да, я сейчас вижу. Да, я вижу. 15 людей. О, не знаю, потому что мы не понимаем, сколько людей. Да. Так, ждем, ждем. После этого эта сессия будет на YouTube и также на ютубе. Добрый вечер. Совсем скоро мы начнем. У нас в гостях зарубежный гость. Совсем скоро, я думаю, что когда пройдет еще две минуты, самые расторопные крепятся, начнут смотреть. Начнем. Двухминутная готовность. Сегодня я чувствую, буду молчать. Так, я смотрю, у нас дверкой еще есть. Рафаэль, тут у нас еще дверкой есть. Я вот хочу его тоже пригласить на следующий. Да, Денис также хочет пригласить Донис Коэль. Да, он истинный, я его вижу. Он комментирует. Он у нас что-то комментирует. Не знаю, что это значит. Да, иврит мы точно не знаем. Смешно, что у Алены сегодня тысячи просмотров. Будет максимально странно, если наша трансляция не берет меньше. Мы поймем, куда нужно двигаться, в какое направление. Надо скандал, во-первых, делать, во-вторых, на языке. Язык-то какой-то, тоже не забываем. Я думаю, можно начинать. В принципе, поставьте, пожалуйста, плюсики, если нас нормально слышно. И мы начнем. Так можно? За себя. Ну, если ты слышишь, ты тоже включил трансляцию и нас в записи слышишь там. Все, работает. Можно начинать, я думаю. Let's do it. Let's do it. Окей. Добрый вечер. Сегодня мы работаем с Денисом и делаем трансляцию по поводу перевозок в нашей фабрике в целой Китае по всему миру на Amazon. У нас посчетный гость Рафаэль, который работает в компании Unitrans Cargo. Эта компания работает с 2013 года, с самого первого дня появилась в области Amazon PBA. Они перевозят от 7 до 8 тысяч грузов в месяц. Это действительно много. Они предоставляют услуги транспорта в Канаду, в Америку, в Европу, куда угодно. Очень большой штаб и большой спектр услуг. Сегодня в целом у нас будет весьма пространный план беседы. Но надеюсь, что на самые дощепательные вопросы мы получим ответ. Привет. Привет. Я вас познакомлю. Спасибо, что мы можем начать эту конверсацию. Привет! 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 Вы можете сказать, в каких странах обычно проводите свой сервис? Хорошо. Хорошо. Okay, so let me first introduce our company. I'm sure a lot of guys in this group already contacted us and know about us. Basically, we've started to operate Amazon shipments for about four years now. We've started doing Amazon logistics since 2013. Basically, we're a regular freight forwarding company. You know, we deal with a lot of import and export. And four years ago, we started to get requests from Amazon sellers. And we started to investigate this market. And we decided to invest in this market and really understand the business, understand the Amazon seller requirements, what they need, what they want. Can I say it after you continue? Rafael говорит о том, что все-таки его компания логистически работала, конечно же, до появления Amazon FBA. Просто как только появился Amazon FBA, они первые начали сильно заниматься этой темой, этой нишей большой. Let's continue. Yes, so we've invested in this market. And as we expected, this market grow very, very big. Now, as you all know, Amazon is the next very big opportunities in our year. And right now, our company operates between 700 to 800 shipments per month, directly from China, Philippines, Korea, Thailand, Nepal, most of South Asia countries directly to Amazon USA, Amazon Europe, UK, Spain, France, Amazon Canada, Amazon Japan. And basically, wherever there is an Amazon warehouse we operate in this field, we also provide them. Okay. Rafael говорит о том, что они представляют не только из Китая, но и со всей Азии, большинство страны, и везде, где присутствует Amazon, их склад FBA, возможно, они могут, и уже у них есть вырубная логистика. Continue. Rafael, continue, please. That's it, basically. Basically, we've, in the last four years of our operation, we've encountered every problem, and we've seen every problem, we've solved every problem, we've solved some of the most complicated problems for our clients. You know, in this field, a lot of clients don't really know about logistics and shipping rules and the needs of the shipping. They only know about how to sell on Amazon, and that's okay, you know. You know, a lot of people doing course, Amazon course, and in the course, the course people and the manager only teach about how to sell on Amazon, but a very big part of your business, as an Amazon seller, a very big part of your business is logistics. If you want it or not, you buy products from overseas, and you send them to your Amazon warehouse. So logistics and shipping is a very big part of your business, of your Amazon business. And we give webinars, we give offline events, you know, and we teach, we have a lot of presentations, we teach. Okay, okay. By small part. Рафаэль говорит, что их предложение по доставке рассчитан не только на опытных продавцов, но и на новичков, которые учатся по курсам, и они, видя огромный рост потребностей на их услуги, понимают, что Amazon – это большая штука, которая будет расти, и поэтому они популяризируют это явление через онлайн, офлайн клубсы, всячески помогают как новичкам, так и профессионалам в этой области. Okay, done. Рафаэль? Рафаэль правы. Рафаэль 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 of shipping every couple of months there is a development of new ways of shipping. You know, the air cargo plus UPS ground about a year ago, it wasn't even in the market. So those services are always developing as the Amazon seller requirements develops, you know. We never did, until a couple of months ago, we never did small shipments like 50 kilo, 60 kilo, 100 kilo. But as the demand grew, we had to develop those services as well. So basically, it's a very big market. And we are in it all the way. I know a lot of people have a lot of questions regarding shipping, regarding customs, regarding FTA, regarding value for customs. So basically, we are here and we can answer every problem they have or every question. Even in this group, in your group, in the big Facebook group, people can ask questions and just tag me in their comments and we can answer those questions. RPL говорит о том, что они действительно хотят все более-более популяризировать Amazon и отправка карты через форвардеров. И они учат делать как правильно. каждую неделю, ну ладно, месяца на Абазоне появляются новые правила и они помогают клиентам задать все задачи. Так, например, есть QPS Ground, не спален. Неправильно. Вот. И они в курсе всех унистических связок, которые есть. Они работают как по крупной габариту, так и по малогабариту. Ну а в целом мы здесь не для того, чтобы поставить на налоги, а для того, чтобы отвечать на ваше, мы очень надеемся, интересное большое количество вопросов. Всегда также вы можете отмечать Рафаэля тегом, его вышли в Facebook страничку. Он всегда может ответить в группе в другое отличное от сегодняшнего дня время. Да и сегодня, конечно, ради этого и собрались. Рафаэль, Анна, мы ждем первых вопросов. Начинаем. Денис, я не вижу вопросов. Что мне делать? Помогай, пожалуйста. Ну а что с вопросом? Давай свои пока задавать. Окей. Рафаэль, Can you say, How much How much is the cost of one kilogram? Approximately? Well... You, you know, this is a question that a lot of people ask. Same in US. It's the usual for Russians and GegτιамАt EU. It is the most common question for Russian customers, which only starts right now. Air, China, US. It's also the most common question for an Israeli seller that just started. It's the most common question on all of the communities. Now, people need to understand that the answer to this question depends on the actual shipment. If a shipment is 100 kilos, the rate should be about $4 per kilo. If the shipment is 500 kilos, the rate should be lower. If the shipment is going by ocean, the rate should be lower. It also depends on how fast the customer wants it. We have services where we can bring cargo into Amazon in two days from China to USA. Two days? In two days. It's very expensive. But if the client needs 10 days, it will be much lower. So prices should go between $3.5 per kilo up to $7 per kilo. It depends on how fast you need it. If the shipping is going by ocean, it can be even $1 per kilo. If you have a big shipment, you know, 1,000 kilo, 1,500 kilo, it can even be less than $1 per kilo. So, it really depends on the actual shipment. Yeah. Rafael, thank you. Rafael, я спросил, что нас интересует, сколько стоит килограмм из Китая в Америку? Как и все форвардеры на этот вопрос, он отвечает, что это зависит от большого количества факторов. И нам, как находящихся в группе новичков, интересно, в основном, воздух, Америка, Китай, Америка. Он говорит от 3,5 до 7, и я так полагаю, что о 7, чуть-чуть побольше, это вообще за 2 дня доходит посылка. А морем при большом Грузии от тонны, это может стоить и вовсе меньше одного доллара. Rafael, это очень интересная вопрос. Например, я отправил грузы в Китай, в Европу, и я не могу написать тебе, только потому, что это слишком тяжело. Я не могу написать, что это легко, чтобы нашему Грузу, чтобы понять, как много будет стоить? Ну, мы можем... Ези. Ези-way, я могу написать, я могу написать, на документе, exact параметры, о том, что вы должны отправить нам, чтобы получить код. Нет, не нужны много книг. Нет, не нужны много книг. Я спросил Рафаэля наиболее предполагаемый и интересный вопрос. Я тоже отправляю грузы из Китая в Америку, но не писал Рафаэлю. Потому что долго, непонятно, сколько придется вообще получать цены. И сейчас Рафаэль нам напишет требование, по которому можно заполнить табличку и быстро получить цены. И он говорит, что это не только для меня, но и для других форвардеров. И отправив эти данные нескольким форвардерам, скорее всего, вы получите самую лучшую цену, потому что вы устроили мини-тендер одной форме. Сейчас я записываю эту историю. Вы видите это в комментариях? Это практически все. Все форвардеры, не только в нашей компании, все форвардеры нужны эти детали. Супплиер адрес, номер картон, gross weight per картон, dimension per картон, инкотерм, если это фоба или форекс, type of продукт, и 7 форвардеров в США, если не знали. Если вы не знаете форвардеров, это нормально, мы также можем назвать форвардеров без форвардеров. Вопрос. Давай я тебе расскажу. Бытует мнение, что у Рафаэля цены немного выше, чем у других, потому что он дает дополнительный сервис. Насколько выше, потому что я сейчас слышу цена 3,5 доллара-7, это абсолютно адекватная в данный момент цена. Но я, например, к Рафаэлю никого не отправлял, и многие так говорят, что у него немножко выше цена, чем у других. А начинающие не понимают продавцы на Амазоне преимущества. Вот если действительно цена у него и сервис, и цена, как я сейчас слышу, абсолютно адекватная, плюс еще дополнительный сервис, то какой сервис они предоставляют дополнительный? А если он еще предлагает таблицу и сделает нам такой мини-тендер с другими посредниками, то это очень интересно. То есть мне интересны дополнительные сервисы и насколько у них реально высокая, средняя, низкая цена. Потому что если как у всех, то всем нужна в первую очередь тогда уже надежность, если цены примерно одинаковые. Ну да, то есть жаль, что я сегодня не догадался, если сразу нанести форвардером какую-то таблицу на каком-то миметическом товаре оттестировать эту историю. Значит, Рафаэль нам выслал список, по которому можно высылать просто всем все сразу. Что такое третьи дни свяжута? Значит, первое – это… Первое – это… Я в конце 50-е все продумываю на русском. Первое – это адрес поставщика. Второе – это количество коробок. Третье – это вес каждой коробки. Четвертое – это габариты. Пятое – это условия. Могу сказать что-то выслать. ФОП – это из порта. Иксвей – это уже в Америке. Шестое – это тип продукта. А седьмое – это адресанты в Америке. Супер простая и несложная история. Рафаэль. 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 Клименты присоединяются с чайной форвардой и потом приходят к нам, чтобы помогать им, если карго не стакан. Когда мы работаем с нашим компанией, мы не всегда были клиенты, что мы говорим, что это стакан, я не знаю, или я не могу тебе ответить. Это не тот же тип о сервисе мы дали. Мы дали целый сервис, это называется «Онестоп-шоп-солюцион», практически. Я расспрашивал преимущества РПЛ, и РПЛ говорит, что да, есть такая история, что китайские форвардеры зачастую иногда дешевле, иногда и нет, но они делают самое лучшее, чтобы конкурировать. Но первое – это прозрачность. Максимально каждый час вы можете звонить в службу поддержки, всегда возьмут руки, вы всегда знаете, где ваш груз. Второе – это страфовка на полную сумму. Также распространяется о том, что иногда другие форвардеры обращаются к нему, чтобы вытащить груз с таможни. А они же, в свою очередь, уже вывезли огромную номенклатуру, всю номенклатуру Амазона, из Кира и из других стран, и они знают, как возить тяжелые товары. Могу ли я задать вопрос по поводу жидкостей? Денис? Да, я вот тут как раз пишу этот вопрос, как перевозить самые тяжелые продукты, жидкости, мази, масла, крема, сыпучие вещества, батарейки. Он говорит, что можно морем, а нам другие сказали, что коробка до 40 килограмм, можно разбивать там до 50 килограмм на две коробки, если у нас вес больше, маленькими коробками самолетом возить. Окей. Рафаэль, excuse me, I'll interrupt you in the middle. It's okay, it's okay. Окей. That's it, basically. Again, I know that in the past, in the last, in the past month or two months, if people will come to us with small cargo, 100 kilo, 200 kilo for us in small cargo, our rate was with only express service very, very fast and much more expensive. We have developed more ways, for example, we have opened our own consolidations, which means we'll take cargo from a lot of sellers and we'll put them on a big air freight and then we will deliver with UPS ground. I know the Russian community like this service very much, so we have developed our own service. Basically, we bought space on airplanes. We have a flight every week to Los Angeles and New York, 3,000 ton for each flight. So we will have direct flights every week. So our rates are going down very dramatically from the start of this month. From the start of this month, we have developed the UPS ground service and we are now also developing the ocean service with UPS ground as well. So prices can go even lower if clients can have longer transit times. And again, regarding problems, once people ship with us, there is no problem. So we know the problems and we solve the problems even before they happen. We ship almost every type of commodity, so we know exactly the commodities, we know how much duty, we know what certificates they need for every product. Do you want to translate it? Yes. Okay. So. Значит, Рапайл рассказывает о том, что он работает и с маленькими продавцами на Амазоне, которые везут грузы до 200 кг, и для них он не просто DHL или фидексом отправляет, они делают авиафракт. Характер – это когда покупают место в самолете и полностью идет обслуживание этого груза не через доступную компанию. Это найм. Прям под этот груз. Он гордится тем, что у них есть этот сервис, который комбинирует с UPS ground. Это одна из самых дорогих доставок по земле, по Америке. И говорит, что каждую неделю у него авиафракт и самолеты. Хорошо. 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 Я не думаю, что нужно продавать свою компанию. Я здесь, чтобы ответить людям вопросы и дать им цену. Я вижу, что много вопросов. Поэтому я хочу ответить вопросы от людей, чтобы они смогли узнать об процессе. Рафаэль упрекает меня в том, что я перевожу неправильно. Он здесь не для того, чтобы продавать свою компанию, а для того, чтобы отвечать на все ваши вопросы. Рафаэль, мы вопросами про oil, а для batteries, вы знаете, сыпучие. Сыпучие. Можно ли они на Amazon sell it? Вы рекоменды это или не? Хорошо. Now, I want to be very clear, battery, oil, knives, powders, liquids, there is no problem with customs, there is not a single problem with customs, the problem is not with customs and the problem is not with selling on Amazon, the only problem is with shipping. Okay, some commodities, some products can only go by the ocean, some products are very expensive to send by air, but the problem is not with U.S. customs, there is no problem, not for liquid, not for knives, not for battery, they don't care about this type of thing, U.S. customs. The only problem with airline, some commodities can only be exported from Hong Kong, like batteries, batteries is very, very hard to ship directly from China by air, only by ocean. If cargo of battery needs to go by air, it must go via Hong Kong, so if you buy battery cargo from North China and you want to send it by air, this cargo needs to go all the way down to South China and then export to Hong Kong and then directly by air to USA. And again, with customs, there is no problem, the only problem is with airline, if you want to send by air, no problem at all, you can send directly from supplier, but ocean powder, liquid, knives, batteries, rockets, whatever you want, no problem by air. Rafael, Rafael says that the difference in the future, that the corresponding problem is... I asked a question with Rafael about the shipping port of a bit in gas station I replied, to him, the about the shipping port of a battery and he says about the shipping port of a bit in gas station I said, he said that it is a problem with a battery, but it is not the idea of whether it's a problem. Проблема идет не с таможней, а с перевозчиком, кто готов взяться за этот груз. Например, с батарейками любой груз должен сначала переместиться в Северный Кит-Киндай, далее в Гонконг, и только из Гонконга, потом в Аберик. Проблема с перевозчиком. А так с таможней никаких проблем нет. Проблема с лишним вопросом, почему люди думают, что это будет проблемой? Рафаэль. Что была ваша? Моя вопроса, почему люди думают, что это сложно, но если это как вы сказали, то, что сложно, и только немного дорого, чтобы продавать. Люди считают, что это трудно и трудно, потому что многие люди задают их продаж для продажа. Теперь нужно понимать, что продаж или продаж, продаж, не боится. Далее, продаж, продаж, не знают, как продаж, и может сказать, что это проблема, это не то, но если клиент отправляется на фрейт-фрейт-фрейт, то фрейт-фрейт-фрейт будет именна ответственность. Это не проблема, это просто как раз. Если вы хотите купить ликвид, батареи, кайф, повдера, по-airplane, это будет гораздо дорого, потому что будет оплачиваться в香港. Ликвид и батареи, не проблема. Но ликвид и батареи должны быть отправлены от Хонг-Конг в Аэр. И если вы хотите отправить в Аэр, то это не проблема. Вы можете отправить в Аэр в Китае. Это все зависит от ценности. Батареи будут более дорогие, чем генеральный карго. Ликвид будет более дорогие, чем генеральный карго. Все в Аэр. В Аэр, same rate, нет проблем. Да, действительно, вопрос существует от цены. И перед тем, как выбрать товар, или вы уже нашли, не знаете, не поленитесь. Задайте вопрос Рафаэлю, смейте, сколько будет доставка. Весьма, возможно, все не так сложно, как и казалось. Задайте за вопрос Рафаэлю. Если в виде подтверждаете, что все хорошо, то, наверное, все хорошо. Денис, я полагаю, что мы ответим на этот вопрос. Потому что дальше уже просто детали по грузу. Я понял. Здесь просто... Ну, в принципе, все ясно. Через Гонконг надо отправлять, да и все. Тут вот вопросы. Рубик, продублируй, пожалуйста, те вопросы еще раз. А я Рубик... Блин. У меня есть, есть. Я неатодоксальный. Хорошо, я... Да, да, да. Как? На иврите-то участвует сама. Я просто неатодоксальный. И поэтому... К сожалению... К стыду не знаю. Ну, в любом случае. Вот тогда вот так. Вот. Рубик сейчас продублирует. А вот по-русски можно переводить. Это переводчик чудесный. Прошу отправить. А ну, соответственно, тоже самый вопрос. Рафаэль... 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 Еще разом... Гарантирует он или... Не гарантирует? Гарантирует. И... Если вы отправляете груз, за который Рафаэль взялся, то... В случае... Если что-то пойдет не так... То вам, конечно, цены за доставку и стоимость. Денис, тут вопрос по поводу UPC Ground. Задаю вопрос? Да, да, да. Вот здесь. Подряд тут три вопроса. Окей. Рафаэль... Аликс Алиев asked you... About UPC Ground. Could you please describe the shipping method with all the details? The whole shipping process, from the very start to finish. All pros and cons your opinion about UPC Ground. And I'll tell you the cheap variants for shipping. okay so that's that's a very good question you know if you ask me this one year ago i will tell you listen this is very very bad idea don't do it one year ago today i'm saying this is a good idea why because we have built it properly we we built it by our own company uh in the last month and now it is very very good and i'll tell you about the process the process is basically um denis have 100 kilo rubik have 50 kilo and you have what 200 kilo 300 kilo the forwarder take all of those shipments okay and and take them together to a warehouse and then he put them on the flight so instead of um denis come to me and tell me listen rafael i have 100 kilo and then rafael the freight forward and need to go to airline and tell them listen give me rate for 100 kilo today i go to airline and i tell him listen i have three tone i have three thousand kilos so basically me as the forwarder i buy cargo for three thousand kilo okay but because i'm selling i'm doing one flight it's called a consolidation i can sell for your 100 kilo i can sell you in the rate of three thousand kilos this is why the rate go down now after the forwarder consolidate all this cargo in the warehouse he sent it to the airline airline sent it to usa in usa we have our own customs broker to release the goods from customs and after good is released we we send the cargo directly to ups uh it's called drop off point we send the cargo to ups then ups inject the parcel into their system and then ups will actually deliver um the cargo for each of the client each of the clients will get a tracking number by ups in our company in difference to the chinese company our company will also tell you exactly what date is the flight from china to usa because as i told you before we are we we our our name our reputation that we had in the market is more important for us than everything okay we we don't okay translate it that's it and i hope you guys in the direction to come up we ding then we have our new маленькие грузы, такие же, как и на большие, и Монорик пользуется EPC Ground, они собирают грузы у себя на складе. В Китае дают не только трекинг-тамбры, но и номеры самолета, на котором летит ваш груз, и далее по земле едет спорткруз. Да, я просто не понял деталям. Рафаэль, а после трекинг-тамбры в США, как вы делаете UPC Ground? УПС Ground, это только трекинг-тамбры. Мы отправим большой трекинг из аэропорта к УПС, УПС только трекинг-тамбры в США. Вот это УПС. Как вы делаете роль этого проекта? Окей. Я расспросил подробнее после того, что происходит, что за UPC Ground? Просто это нанятый от компании UPC грузовик, который доставляет до большого склада товар, и это типа вот и все, вся их роль в этом процессе. Спроси, пожалуйста, про 2,5 тысячи долларов, когда, например, они страхуют сумму 2,5 тысячи долларов, а мы хотим... Как подставлять сумму, короче, в месяц больше 2,5 тысяч долларов или каждую поставку больше 2,5 тысяч долларов? Да. Рафаэль, некоторые уже у нас есть, например, 20 тысяч, 30 тысяч долларов, и что мы должны делать? В зависимости от сумму? В зависимости от того, что мы должны сделать? В зависимости от процесса, мы даем карги, и все? Да. Семёром. Once you send us the details of the cargo, мы envием тебе слово, и вот это. Мыneten вопросом вашего супплера, мы и все продаем с пикапом, the insurance для вашего гардоса. Пикапом. Пикапом, очень дороже, , самая дорогая, чем достаточно дороже. Вотиллиард 250 долларов. А это самое? Вам обращение с умигlicht? Да, да. Проантим välян. Ну, есть разные стандарты, ways to approach this one you can divide and again it's it depends on what service you send if you send cargo by ocean you need to pay customs you know this is the this is the law if you send cargo by ocean you need to pay customs okay we have our own broker so we can play with customs hs code what does it mean um let's say i have uh i give you example if i have a small mirror and i know mirror is 10 percent duty and i know car accessories is three percent i can classify this commodity and i tell my broker listen this is this is mirror for for cars small mirror for car and then i classify according to three percent and not ten percent so once you know the law you can play with it so we play a lot with uh hs code we play a lot with classification we know how to classify the goods uh with much lower uh duty rate instead of regular duty rate and if you send by air okay you can we can lower the invoice value we can split the invoices by air there is a lot of option not to pay duty okay by ocean you need to pay duty so again it's a question of what type of shipment okay значит задал вопрос ответ такой что у каждого груза в россии за рубежом в россии это называют тмвэды есть свой код и на каждый код есть таможенная пошлина и если вы везете морем большие партии или другой груз то вам придется платить пошлина но руководит пример как они имеют большую выборку товаров и хороших юристов знают законы играют с этими кодами и у вас например есть тоненькое зеркало которое обычно очень дорогое и она несколько искривленные примеси какие-то и он классифицирует для таможни под кодом автомобильного не 10 процентов а 3 процента поэтому удается сэкономить что же по поводу авиа то здесь сложности никаких потому что с этим можно очень сильно играть можно сплетить разделять поставки или же занижать сумму по инвойс все что делают обычные перевозчики резюмирую по море придется платить не очень дорого высылайте запрос по самолету скорее всего платить не придется будет сплитить груз и будет много трек номера пауза пауза какая должна быть в одном грузе прям можно или через какой-то просто даже на моем примере как я сейчас дорогой груз вел просто тебе делать одно фидексом другое дейчелем потом еще через день все понятно все вопросы больше нет не надо думать отдаешь рафаэль а он решает проблему короче да не надо много думать это хорошо удобно вопрос какой следующий у нас тут подряд вот бери прям в фейсбуке например как быстро они принимают запрос от клиента и начинают весь процесс В снеске и возможно правду ответа как быстро они будут задуматься за проску как быстро я прекрасно я кидался, но как быстро они не должны прcome вот === asked by Rufat Akhmudov How many times do we need to receive what, sorry? A request One day, one week or one month No, you send us a request Usually you will get rate on the same day If it's a big shipping Then we need to check truck cost in USA So we need another day So basically one day you will get a quote If the quote is approved The next day we can contact supplier and start to work It's very quick those things Start to work is very quick We don't need a prior notice If you tell me cargo is ready today Please pick up Today it's picked up It's really fast Understood A small cruise In the same day How much will it cost? It's a big They know how much cargo will cost in USA And they give you some In the same day In the same day You need to pick up Today You have to pick up You have to pick up Today You have to pick up No problem I think It's a big issue I think No problem I think It's a big issue It's a big issue You have to pick up Это не проблема, обычно Bluetooth продукты также имеют батареи, это не проблема, это зависит от того, как продукт, но это не проблема. В США есть специальный certificат, который нужно импорт Bluetooth продуктов, но большинство времени, если это Bluetooth earphone, мы не пишем Bluetooth. Мы просто пишем earphone. Если клиент не очень большой клиент, и не имеет много денег, мы просто скажем earphone, и не Bluetooth. Потому что если это Bluetooth, то пользователи в США хотят Bluetooth регистрационный сертификат и Bluetooth сертификат. Если мы можем избежать сказать, что это Bluetooth, то мы предпочитаем, если клиент имеет сертификат для Bluetooth. Для устройств, в которых есть Bluetooth, по законодательству Америки нужен сертификат. Обычно у людей нет денег, чтобы заморачиваться по полу сертификата, поэтому они того же. Это как, например, беспроводные наушники по Bluetooth, они просто беспроводные наушники. Но надо не забывать, что зачастую в устройствах с Bluetooth есть батарейки, поэтому все равно доставка будет несколько дороже. Следующий вопрос классический. UPS Ground, как мы знаем, если будет одна проблема у одного товара, то задержит весь груз. И как эту проблему решать, и какое время примерно? Аминь, какие то есть? Да. Аминь, электропетров. Г oggi коммунистейская компаниям представлена, например,良ё من верхней партнgehtque компаниями всяких двух товара объ avaient в Premium PIB. то есть, карга блок 2 или блок 2? Вы имеете в виду УПС ground consolidation, если 1 из ваших пассажиров, если 1 из ваших пассажиров в ваших пассажиров, то это будет помоться, а также у других пассажиров. Вопрос в том, что это не. Почему? Потому что это очень сложно относительно с пассажиров, но мы будем транспортировать different AMS, which means every shipment will have its own airline airway bill. So if, let's say, in one consolidation I have 15 shipments for 15 different clients, every shipment will have its own airline airway bill. Not only its own UPS code, it will have also a special airline code. So if one problem with one shipment, let's say I have consolidation with 10 shipments, if one has a problem, 9 can release and deliver to UPS, and one will get stuck until we solve the problem. Problems like this do not exist. I think that with Amazon it would be easier to believe that it does not exist, or it does not exist. There is a lot of logistic to mark every shipment, and if there is a problem with any shipment, then the rest are 9, 10, or 14, 15. So we have to go back to the United States. We have to go back to the United States. All right. Then the question is, the question was that you can send from the United States to any country, Europe, America and so on. And from other countries you can send from the United States to the United States? In India, Thailand? And another question is, what are the additional services for all of you? From other countries? From other countries. From other countries? Yeah. I mean, the United States is a good thing. So he can send here, but I will be interested in then, with additional services in China. I mean, like transportation, like transportation, like transportation, with transportation, like transportation, like transportation, right? I mean, I mean, that's the most important thing. I mean, условиях 100 процентов проверка как это все стоит китай тайвань таиланд индия инспекция мы не делаем quiet with the special inspection inspector inspection people and then client can remember directly with inspe chose we пост to knife experience В начале мы используем инспекцию для клиентов, но потом мы понимаем, что если есть проблемы с инспекцией, то у нас есть проблемы с клиентами. Поэтому сейчас мы отправим клиенту на инспекцию, и клиенту может работать с инспекторами. Мы имеем очень хорошие инспекторы в Чина и в Индии. What is the approximate price? I understood different pros, different times, и так далее. The basic price, with hour tax, etc. The basic price is about $150-$160. $150, $15. 150-160 долларов базовый тариф по инспекции в Китае, у них подключено так как Китай и Индия, работают они не на прямой носу в подгляде, потому что это их основная деятельность и с инспекторами, учитывая, что это более тонкий процесс, они больше не работают, просто напрямую вам дают контакт с инспектором. И такие же расценки 150-160 долларов без учета дороги. Ну, спрашивают доставку из России в США, из Беларуси, из Украины в США, я так понимаю, не обсуществляю. Трофейл, когда будет длитроваться от России в США? Когда будет длитроваться от США в США? Да. Мы можем иметь это сервис, мы можем длитроваться от Украины и от России в США. В США. Мы сейчас, мы отправим, мы отправим карго из Украины в США. И что с Россией? Украина, это очень популярная сейчас, но что с Россией? Россия, Россия, это очень проблемная с экспортом, но мы никогда не получили каких-то экспорта от США в США. Но если мы получили, я уверен, что мы можем оперировать. Это не должно быть проблемой. Такой... Денис, все служители, они предоставляют подобные услуги с Украины, порадовала также их ставка примерно от 2 до 4 долларов самолетом. Окей, очевидно, это только про большие партики, 200-300 кг, но цена все равно максимально вкусная, 2-4 доллара за килограмм. По поводу России тоже он полагает, что проблем не возникнет, но запросов к нему пока по этому поводу не приходило. Кто будет первым? Минимальный объем, спрашивают. Я больше не буду из России, не хочу быть. Минимальный объем, просто побольше ставки, нет такого. Все ясно. Что еще у нас в вопрос? Есть какие-нибудь интересные? Если не уходить в частные, какие сроки доставки обычного товара по морю и по воздуху? В среднем, Григорий, воздух – это дней 5-8, по морю – 20. Мы предлагаем консолидацию? Да, мы предлагаем. Нет, нет, это очень большая работа. Мы не говорим о консолидации или консолидации. Есть очень хорошая компания для этого в Китае. Я написал вам в Skype, просто гуглите «ETO China», они делают консолидацию консолидации. Это что они делают, это специально «ETO China». Я неправильно прочитал вопрос, почему-то подумал, что карго консолидейшн. Вопросы были у девуса Савченко, предлагают ли они консолидацию сэмпла. Нет, не предлагают, но предлагают вот эту компанию. Даже я выставил ссылку. Они делают. То есть, по большому счету, Рафаэль работает в компании, где узкоспециализированная компания по доставке товаров, которая может решать большое количество проблем, но остальные сервисы, у них есть партнеры, которые помогают. Вот это все. Спрашивает про MCDS сертификацию еще. Что-что? MCDS сертификацию, я не знаю. При чем это? Я тоже не знаю. Я боюсь просто не понять вопроса. Ну, там в основном два сертификата. MCDS в безопасности и сертификаты FDA. Ну, какая связь, я что-то не пойму. Уточните, пожалуйста, вопрос. То есть, с чем он связан? Он вроде доставкой занимается, а не сертификацией? Какой вопрос? Я не вижу никаких вопросов к нему. Что-то глючит. Ну, мне, например, интересует вопрос о специфике доставки разницы Америка, Канада и Европа, Япония. Чем отличаются вообще? То есть, какие нюансы? На что надо обратить внимание? Рафаэль, у нас есть очень интересная и, я надеюсь, очень простая вопрос. Какая разница для выставки из Чины, США, Канаде, Японии, Европы и Европы? Все-очень, у нас есть очень-очень. Европа гораздо более сложнее на УСА, в УСА это очень легко. В Европе нужно платить ВАТ 20% в Европе, 17% в Германии, поэтому это гораздо более дорого, чтобы импорт в Европе. В Канаде тоже есть ГСТ и ВАТ, это как ВАТ, для меня стоит больше денег, для которых полностью на Канада. Канада Канада Кастынки, они также очень удобно, depuis СССР. Европе Кастынки очень сложнее, с электронной продукты в Европе. У меня много проблемы, они имеют инспекцию от кастынки, инспекция от категории застройки. Это немного сложнее. Мы делаем это каждый день, но это более дорого. Если в США нет дюйма, нет дюйма, 0% на импорт. В Украине 20% VAT на импорт, плюс дюйма. Поэтому это гораздо более дорого. Европа, VAT, плюс таможенные сборы. Электроника доставляет тяжело. Канаде свои пошлины. И что касается в США? В США это хорошо. Это очень легко. Это немного дорого, потому что в США на импортах стоит гораздо более дорого, чем в США. Но это легче, чем в Европе. Европа это просто, но дорого. Денис? Япония или Европа? Европа тяжело и дорого. А в Японии еще дороже, но очень просто. Блин, там вроде близко везти, да? Так дорого все. А, ну, слушай, у них там обрабатывающая промышленность. Они заграждаются, устараются в себе. Понятно. А чем VAT, я понимаю? А таможен, с какой процента они еще снимают? VAT это понятно. Это МДС. Ну, я говорю про то, что нет, куда мне нужно? Я говорю про то, что у них есть высота с школами. И я думаю, что у них есть высота. Мне кажется, что у них нет, я знаю, 100 тысяч, чем в месяц. и они хотят решить, если они нужны Европу или что-то. И ты скажешь, что ты скажешь, что это дюйма для ГНР в Европе или Канаде? Канада может идти от 1% до 12%, 15%. И, опять же, каждый продукт имеет разный дюйма. В Japan, это может идти от 0% до 30%. В Европе, это очень низко, от 3% до 8%, что-то такое. Но, опять же, в США, например, для той продукта, 0% класса, как Капс и Вейс, 30%. Так что, каждый продукт очень-очень разный. Понятно. Рафаэль, я задал вопрос по поводу примерных пошлин на три направления. Канада, Европа и Япония. На что получил ответ? Что Европа 3,8%, Канада 1,12%, а Япония 0,3%. Возят ли они товары с аккумуляторами, если есть сертификат MCDS? Ну, они выводят и без сертификата. Нет? Я тоже так понял. Самолетами, авиа. Да. Да. Все мы делаем. Просто ценой. Что тут написали? Ты предлагаешь продукт тестирования, предоставлено, предоставлено? Продукт тестирования, предоставлено, предоставлено? Нет. 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 Если нужно инспекцию в Чина, мы будем связывать с инспектором, который может идти в вашей файл и inspect его. Мы, мы не делаем это. Грузия. 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 Эти идеи. Если будет Bowyer, я буду работать на него. Но я было Nada до Джорджии до США. Никто не спросилія до Констата. Никто не вопрос cause. Вы будете первым, если попросите их делать. Но как Рафaэль утверждает, что он задерживает каждый вопрос. На самом деле, зачастую перевозчики выполняют маленькие небольшие специфичные доказы для того, чтобы успешить реальность настоящая. Сколько обойдется доставка за килограмм товара с аккумуляторами в среднем самолетом? Какой же уровень для аэропроцентра? Останет на весе, по сути, по сути, по сути. По сути, по сути, по сути, по сути, по сути, по сути, по сути. Это может быть даже $1 кг, $2 кг, это зависит от размера. 200 кг. 200 кг... Вы не отправите 200 кг в воздухе, это слишком маленький для воздуха. Да, да. В воздухе будет около $5 кг, 5.5 кг в воздухе. В батарикарпе по самолёту 5.5 кг, а по ушам, наверное, 3 кг. Не знаю. Меня всём маслам беспокоят наши масла. Сколько они будут самолётом нам стоить. Что нужно делать? Окей. Он задал меня для подобных вопросов. Но у нас есть какие-то вопросы. И... то есть как ding? Какая цена на größيе? масса а euros на о резко Prob có again it will be the code to supply location if the is according to size according to the different order according to the MSDS so those spatial shipments need really need to check case by case because мы должны отправить документы к аэрлайнам и проверить с аэрлайнами. Аверситет, аверситетет. Аверситет, это может быть от $3 кг до $10 кг. Это зависит от того, что нет аверситетов для спешивания. Потому что есть различные типы ликвидов. И, опять же, различные типы продуктов использования. И различные размеры для спешивания. Так, нет аверситетов для спешивания. Каждый аверситет и свои обязательства для проблемных продуктов, как вода, батареи, паузы и ликвиды. Что, ты ждешь вопрос от меня? Конечно, Даш. Рафаэль говорит, что, во-первых, нет ничего среднего для перевозок, потому что у каждого есть свой код и ставка. Но, в целом, за масла разница от $3 до $10. И, опять же, нужно высылать именно какое масло, контакты поставщика, что-то не запрашивать для него документацию. Потому что часто, как в моей маленькой практике, в Китае, вроде сертификаты есть, вроде кажется, что они красивые, но на самом деле виллажат. А я наоборот. Все понял. Просто нужно работать и делать запросы. Обращаться напрямую к нему надо или как это все делать? Рафаэль, Ваши, Ваши, мы очень странные люди. Мы любим WhatsApp, телефон, но мы не знаем в английском языке. Я понимаю. Hopefully, в месяц или два месяца, мы сможем найти русский-спектив, который может помочь в русском коммунии. Потому что есть много русский-спективных людей в Исраиле, как русские жители. Есть большие русские коммунии в Исраиле, поэтому это не большая проблема для нас, чтобы найти русский-спективный человек, который работает с нами. Я запросил Рафаэля контактные данные. Сейчас он их напишет. Конечно же, имейл – наиболее хороший способ для связи. Я намекнул на вашу русскую ментальность, что мы не очень любим имейлы, а будем мгновенную связь. На что он ответил, что, возможно, сейчас тут и вышли, но постарается в течение полутора-двух месяцев понять русскоязычного менеджера, потому что русских приемов, действительно, много. А, кстати, он говорит, что на сайте, который сейчас вышли, через 2-3-4 недели будет очень много интересных гайдов, которые будут очень нужны. и у них есть какие-то веб-сайты. У них есть какие-то веб-сайты? Уникардер.com 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 Ну, и с Морем они сами решают вопрос с растамаживанием груза. Они занимаются от двери до двери? Все нормально. От двери до двери Морем они занимаются доставкой. Рафаэль, buy ocean door-to-door, right? Yes. Да, конечно. Ну, то есть, когда даже вы отправляете за 2,5 тысячи долларов посылку, ваш поставщик, если он хочет вернуть налоги с Китая, он затамаживает товар, там его растамаживают, но все равно идет большая работа по бумагам, просто она супер автоматизирована. Нет такого, что после 2,5 тысячи долларов все становится максимально сложно. Нет, на 10 центов дороже. Ну, просят про батарейки, уточни. Насколько груз-батарейка возит дороже? Все зависит от товара. Вот максимально точно прогнозирует ответ. Ну, спроси, что трудно, что. Рафаэль, can you say approximately, I know, similar question, how much bigger price for goods with batteries? 20%, 30%. Goods with batteries can go from $4 per kilo to $6 per kilo. Again, it depends on the size of the shipment and the supplier location in China. А от 4 до 6 ставка за килограмм, когда он называл ранее от 3 до 5, я так понимаю, он ответил, что доставка загруза с батарейками от 4 до 6 долларов. С самолетом, правильно? Да, да. Судя по его предыдущему ответственность, составляет примерно на 15-18% дороже, чем обычный там. Ну, вот Саша спрашивает. То есть, ему не надо занижать цену в инвойсе при отправке. Всегда так делал. Получается, что не надо, но это опять же с Рафаэлем. Другие перевозчики работают совершенно по-другому. Не знаю, я вот ничего не делаю с товарами. Я просто даю все перевозчику. То есть, 10 тысяч... Под ключ, короче. То есть, Саша, отдаешь просто там свой товар с инвойсом в 10 тысяч долларов. Они просто страхуют на 100% твой груз. Правильно я говорю? Рафаэлем, расскажите нам больше о инсурансе. Если что-то плохое, то вы будете давать все деньги и доливаться в 5 дней, в месяц, или в месяц, или в месяц? Это зависит от размера, по размеру, по размеру, по размеру, по размеру, по размеру. То есть, мы можем получить специальный сертификат от инсуранса, как инсуранса полиции, для карго. По инсурансам, это заинтересно 15-20 дней. Это также зависит от того, как уникальное дамаги. Если 1, 2, 3 уникальных дамагов, то это не проблема. Мы можем давать деньги. Если все оставляется, не знаю, что это было, не знаю, что это произошло. Но если все оставляется, то это не произошло. Если все у нас будет уничтожено, мы будем дать им от инсурансов компании. Вы дали нам деньги после получения денег от инсурансов? Или после? После получения денег от инсурансов. Также, это зависит от того, как и дамага. Если это 1,5, 1,5, или 15 уни, или все, это зависит от того, как и дамага. Я задал вопрос по поводу ответственности, что будет, если группа будет недоставлена, он обещал, если проблемы с таможней, это ответственность его компании, если это повреждение груза несколько юнитов, не большая часть партии, это ответственность их, а если большая история, то это уже ответственность страховой компании, где они выступают посредником покупателей подруги страховой компании, и после получения денег страховой компании, они перечитают вам деньги. Почему я акцентируюсь на этом? Действительно, когда у вас очень много денег вы воруете, большой товароборот идет, и для вас эти деньги критичны, многие люди страхуют свою грузой с некоторыми перевозчиками, люди договариваются о личном тесте, а не только с такого компа. Да, я смотрю. Здесь надо... Какие ждем вопросы, пока вопросов нет у тебя, Никита, своих личных вопросов и денег? Ну, у меня одинокко столько. Рафаэль, Рафаэль, here. Next month, I hope that I will send from China more than 1,000 kilograms. IS it reasonable to do air trade for this talking партнер, personally for me, or is it a little bit ridiculous? No, it's not ridiculous Again, we have air shipping So 5,000 kilo And 7,000 kilo Again, it depends on how soon And how urgent you need your cargo in Amazon Of course, it will be much Much more expensive than Ocean free But some sellers say I don't care about the miner I need my products in Amazon Because if I not sell, I lose money And they cannot have 20 or 30 days By ocean And they must send by air We have sent cargo by air 5,000 kilo, 7,000 kilo 10,000 kilo It depends on the actual seller If you lose money By not having cargo in Amazon So it's a calculation You need to do with your business How fast and how much money you lose If you don't have cargo in Amazon It's not ridiculous Rafael, the question was I suppose I suppose that the cost of 1 kilogram For common and very expensive goods Will be for me About 3.5 dollar per 1 kilogram Approximately It depends on the time If you talk to us I'm talking about the times of the year If you talk to us In February The rate would be 2.5 dollar per kilo Today the rate is Between 3 to 3.5 dollar per kilo Rates are changing According to Demand You know Supply and demand Right now Airlines in China Did a very ugly trick Everybody Every airline in China Raises their prices They cancel flight To have To have a situation Of no space Then everybody In China In airlines In China Raises their prices A month ago Month and a half ago Prices were very 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 cheap Today prices Are a bit more expensive So if you send 1,000 kilo You should expect Between 3 dollar To 3.5 dollar per kilo Ok I have a question Rufayla I think I think In the next few months I will sell Not less than 1 tonne Without China And I hope You can sell it in one And Usually When it's like a big part People use the aircraft You can immediately You will sell it 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 Только Под ваш груз Потом Официальные машины EPC Ground Выдет По По Стране Следующее Я спросил Как будет цена Если это будет 8-10 дней Он ответил Что за такой объем Предлагается 3-3,5 dollar И это Круто Все Что мне делать Ну здесь вопросы Пошли Первый вопрос Если оплата Поставщику Более 2,5 тысячи долларов Происходит через Trade Insurance На Alibaba Могут ли возникнуть Какие-то вопросы По оплате Пошли Если сумма В инвойсе Занижена Я через Trade Insurance Потому что В первую очередь Берет ответственность На себя И он сам решает На Амазоне На Амазоне Под год Многие его знают Я не могу сказать Что он непроверенный Просто наведите справки Просто так Первый подряд Мы с улицы не берем Ну и не все Конечно На контакт идут В любом случае В русскоязычном интернете Такой квалификации Я не нашел С кем можно общаться На русском языке Было мне естественно Гораздо проще Вот Так что Если у вас есть Какие-то интересные варианты Предлагайте Мы тоже будем общаться То есть В конечном итоге На русскоязычном интернете Просто практически Темы для лайвов У меня закончились То есть очень мало людей Которые или хотят общаться Или хотят дать Действительно ценную информацию Которую мы можем спросить И получить Непосредственно Нужную Актуальную В данный момент Информацию То есть я сейчас Вот у меня Следующие лайвы Опять на английском Это у нас Юристы По патентам По сертификатам По всяким таким вещам И по продвижению Да Именно так Сэхэ Помогает многим То есть Вот У меня такое мнение Сложилось Что к РПЛ Стоит идти За За хорошими ставками А к небольшим перевозчикам Прекомендовал Два месяца назад Идти За более полным циклом Что вам нужно К каждому решению Я лично вижу Что у меня есть Посредники Которые будут проверять Мой товар Консолидировать Мои Так скажем Сэмплы Но в любом случае Я буду иметь ввиду Однозначно Как альтернативу И очень хорошую альтернативу Того же Рафаэля Потому что В моей таблице Всегда есть Рафаэль Сена И Сара То есть Пожалуйста Выбирайте Ну с ними Я еще не общался Вот с Рафаэль Как бы первые Я не люблю особо Вышедей менять То есть Кто первый вышел Того и тапки То есть Если работа Меня не подведет И посредники Мне предложат Какую-то определенную цену Мои Я соответственно Обращусь к Рафаэлю И узнаю Так или не так Если там будет Более интересно Я естественно Обращусь к Рафаэлю И буду в принципе В будущем с ним работать То есть У меня Вот такой подход Ну и я же В свою очередь К Рафаэлю Обращусь Если мой перевозчик Не возьмется За сложный продукт Типа мазь Получила Очевидно Что я пойду К Рафаэлю Если мне не возьмется Вопросы? Неужели нет вопросов? Ну Полтора часа Отработали Стандартно Стандартно Хорошо Сколько вы стоите Из Ио 226 кг Перемножьте 226 на 5 Это будет Примерная ставка Я так полагаю Что мы Время Рафаэлю Скажем Большую благодарность? Да 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 Рафаэль Рафаэль Спасибо 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 Всем пока В любом случае Анонс на следующий Хотел сказать Что в четверг Не будет Лайва Первый раз За все время Я как бы уеду Вот Так что Следующий лайв Будет в понедельник Тему попозже Объявлю То есть Найду Если что-то Очень интересное И Все это дело Запустим Так что Всем удачи Всем пока Большое спасибо Большое спасибо Спасибо